Музыка Этот проект, он как бы имеет два названия. Он имеет название, одно это «Актерский пояс», а второе, что популярные актеры театра и кино, как способ возрождения традиций, культурных и духовных ценностей в малых российских городах. Мы начали этот проект, можно сказать, уже два года назад. В Пермском крае, это был февраль месяц, и мы в группе актеров Натальи Крачковской, Зинаида Михайловна Кузнецова, Александра Кузнецова, и мы ездили по Пермскому краю. Мы проехали почти 2000 километров по Пермскому краю, были там в семи малых городах, численность населения которых составляет где-то порядка 8-14 тысяч человек. Эффект, который вызвал наш приезд, он был очень такой ошеломляющий, потому что, как выяснилось в конечном итоге, то, что люди уже на протяжении вообще многих лет, для них такие вот мероприятия, это огромное событие для всего города. И когда на сцену выходила Крачковская, рассказывала, как она снималась в комедиях «Гайдая», когда выходила Зинаида Кириенко, и на протяжении полутора часов пела наши российские народные песни, всеми известные, любимые, люди плакали. То есть я честно скажу, что я тоже стоял за кулисами, и у меня были слезы, потому что я видел оттуда из-за кулис, так как я вел конферанс, я видел людей, у которых текли слезы, они были, кто-то стоял, кто-то плакал. То есть для них это было огромное событие, и руководство города, и все говорили, что как хорошо, что вы приехали, для нас это такое, во-первых, важное событие, что у нас этого не бывает. Причем первый город, это был город Чайковский, Пермская кровь, там 100 тысяч населения человек. Это не говорит о том, что там нет у них культуры, у них там все это есть, но вот такие события для них считаются такими, можно сказать, грандиозными. Поэтому мы эту идею не оставили, и всячески пытались ее, как точнее выразиться, лоббировать, пытались ее реализовывать, пытались искать какие-то средства финансирования на то, чтобы это можно было осуществлять. Ну вот участвовали, приняли участие в президентском гранте, грант мы этот выиграли, на этот проект получили там финансирование, поэтому вот теперь на протяжении 7 месяцев, каждый месяц мы будем ездить по Центральному федеральному округу, это значит, вот первое место – это Брянская область, потом это будет Орловская область, Воронежская область, Кировская область и Тульская область. То есть мы поедем в каждом субъекте, там посетим по два города. Соответственно, еще наши генеральные партнеры в этом мероприятии – это Ассоциация анимационного кино, потому что наши мероприятия рассчитаны не только на взрослую аудиторию, они еще рассчитаны на детей, чтобы дети приходили с их родителями, чтобы они видели и слышали произведения русских авторов, смотрели русские наши российские отечественные мультфильмы, которые еще не вошли и не вышли в широкий прокат. Мы будем во время мероприятия показывать мультфильмы на экране, будем их транслировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова